Здравствуйте! В эфире предновогодний спортивный вернисаж. С вами Екатерина Юшина. Как всегда, мы расскажем о самых главных спортивных событиях из жизни химок. Беспроигрышная серия химчан. Баскетболисты нашего клуба одержали победу на родном паркете над командой Боснии и Герцеговины. Матч против Эгакея проходил в рамках розыгрыша групповой стадии Кубка Европы. В этом сезоне желто-синие уже встречались с боснеицами на их площадке. И тогда нашей команде удалось одержать победу лишь в дополнительное время. Подробности в нашем следующем сюжете. Баскетбольный клуб Химки выступает в европейских турнирах с 18 октября 2000 года. Сегодняшняя встреча с Эгакеей стала 200-й для желто-синих. В честь этого выпустили памятные значки. Болельщики с большой скоростью разобрали новинку и теперь ждут, когда БК Химки выйдет в финал и обыграет соперника. Напомним, что подмосковная команда уже имеет ценные трофеи, став обладателем Еврокап в 2012 году. Матч с боснийцами командой-аутсайдером группы Е обещал быть интересным. Под обечного Блатинчича терять нечего и уже на первых минутах гости активно проявили себя в атаке, сделав рывок 0-9. Но и представители химкинской молодежки не теряли времени на площадке. Александр Захаров набрал пять очков подряд. Во второй десяти минутке желто-синие смогли заметно оторваться от Эгакея. 45-32. Сейчас выпустили игроков, которые сидели раньше на скамейке запасных, и они себе проявили. Молодежь, да. Ну, ставка какая-нибудь сделана на ребят, которые уже по опене. Лончер мне очень нравится. Дома, как говорится, стены помогают. И когда за тебя болеют, это просто чувствуется такой адреналин, стимул, и хочется только побеждать. Наши победят, конечно. Сначала за активностью противоборства с той стороны, но наши выходят вперед. Это радует. Усилиями Лончера и Мони в третьей четверти хозяева паркета увеличили преимущество своей команды до плюс 21-го. Таймауты, взятые наставником и Гакее, помогли сине-белым сократить отставание до минус шести. Однако финальная четверть все расставила на свои места. Два дальних попадания Марка Поповича вновь увели Химки вперед. Матч завершился со счетом 80-67, и это стало 16-й рекордной победой подряд для желто-синих в истории клуба. А 22 декабря на паркете баскетбольного центра проходило подмосковное супердерби. Химки принимали либерецкий триумф. Соперник активно притинговал и навязывал свой агрессивный баскетбол. Против лидера гостей Милова Нараковича у желто-синих поначалу играл Лончер, вскоре его сменил Дэвис. Но нашему центровому быстро насчитали фолы, и он был вынужден сесть на скамейку. Играя на площадке тремя разыгрывающими, к большому перерыву желто-синие подошли с минимальным преимуществом 40-37. В третьей четверти либерчане сделали рывок 0-6, поэтому добавить агрессии в нападении пришлось и нашей стороне. Вернув лидерство, химчане уже своего не упустили. Моня, Грин и Агастин укрепили преимущество, и в принципиальном матче химки одержали еще одну победу 84-72. Что касается игры, я думаю, очень неплохо мы играли где-то три тайма, и в концовке не хватило глубины скамейки. Лидеры, которые приносят очковый результат, подустали, и поэтому такая концовка получилась. Сегодня мы настроились, хотя две четверти боролись ровно. Думаю, что просто четвертой четверти мы сломали физически, были больше агрессивнее в защите, лучше нападали, это и был ключ к победе. Кстати, во время перерыва ведущий провел конкурс для постоянных болельщиков химок, курсантов Академии гражданской защиты МЧС. Подарки получили все участники, а в фойе зрители встречали игроки молодежной команды в костюмах Дедов Морозов и вручали всем сувениры. Следующий матч лиги ВТБ желтый-синий проведут уже 5 января. В Самаре они сыграют с красными крыльями. Завершился второй этап детско-юношеской баскетбольной лиги. Он проходил в Тольятти с 18 по 23 декабря. Команда БК Химки 96 и 97 годов рождения заняла первое место в группе. Ни в одной встрече желтый-синий не потерпели ни одного поражения. Химчане без труда обошли местную команду с Дюсшор Красные крылья 82-63 и московские МБА 81-64. Разгромили Нижний Новгород 85-49 и Спартак из Санкт-Петербурга 88-47. Непростой матч выдался с Униксом, но в итоге Химки обыграли Казань на три очка. Шах и мат. В Химках прошел новогодний турнир по шахматам в Центре дополнительного образования детей Виктория. Соревнования носят статус открытых, поэтому к участию пригласили клубы из Москвы и Левого берега. Михаил Степанов занимается в Виктории год. За это время научился многому и уже не раз обыгрывал своего учителя. Я дома занимался с дедушкой, а потом стал ходить сюда. А чем тебя именно шахматы привлекли? Ну, то, что там надо ум развивать. Всего в шахматном клубе занимаются 36 детей от 5 до 14 лет. Турнир проходит по четырем возрастным категориям. В каждой участвуют три представителя Химкинского клуба. Это победители внутреннего турнира, который проходил накануне. И усидчивость у них, и дисциплина повышается, ну и, так сказать, кругозор расширяется. Начинают люди умеют мыслить логически. То есть с удовольствием они ходят, нравится это им. Владимир Александрович пришел около трех лет назад к нам на работу. Он замечательный, он очень энергичный. Он развил кружок на очень высокий уровень. Его дети уже выступали в областных соревнованиях. Победители турнира получили кубки, медали, грамоты и редкие издания книг о шахматах. В спорткомплексе «Родина» прошел турнир по самбо в памяти Виктора Левченко. Именно он стал основателем этого вида в Химках. На ежегодный турнир приезжают спортсмены не только из Подмосковья, но и других регионов. С чемпионами пообщалась Елена Васильевская. Самбо – один из самых молодых видов спорта в Химках. Зародилось оно около 20 лет назад. Основоположником стал тренер Виктор Левченко. Именно он в начале 90-х годов по крупицам создал здесь базу для этого вида борьбы. Отец очень много чего сам делал своими руками. Шил маты, например, для ребят. Делал шкафчики. Сейчас уже это все кажется смешным, потому что все это можно заказать, заплатив за это деньги. Но тогда это было просто нереально, просто в принципе, где бы то ни было добыть. Друзья и ученики до сих пор помнят и чтят своего наставника. В память о нем уже несколько лет проводится открытый турнир среди юных спортсменов. На татаме собралось более 170 спортсменов не только Подмосковья, но и соседних областей. Эти соревнования своего рода дань памяти наставнику. Отца не стало в 1996 году, но несмотря на это его ученики, одновременно являющиеся его друзьями, они о нем помнят. И большое им спасибо, что они проводят эти соревнования, посвященные его памяти. Подножка, бедро, захват. Без этих отточенных приемов победить точно не удастся, считает участник соревнований Кирилл. В спорте пятый год. На счету множество побед, но на достигнутом останавливаться не собирается. Чтобы все уметь, висячку и подучить подхват. Отчаянная борьба за победу для некоторых участников не прошла бесследно. Паша Назаров за три года в спорте получил вторую травму. На этот раз силовую. Сейчас юноше предстоит вынужденный отдых. Недели на две. Я кину противника на бал, а потом попался на болячку. Я пыталась встать, терпела-терпела и меня резко сделали. К счастью, травм была только одна. Остальные участники смогли в полной мере проявить свои силы. Самбо, спорт зрелищный, активный. Тихо здесь не бывает. Никогда слышать, как болеют за участников соревнований зрителей. Остается загадкой, как в таком шуме им удается сконцентрироваться. Но, как говорится, хочешь победить, умей вертеться. И вертеться здесь кто, как может. Ведь настрой на победу у каждого свой. Одним нужно уединиться перед боем и морально успокоиться, другим, напротив, наблюдать за соперниками и вырабатывать тактику. Для Матвея Дочкова главный источник вдохновения – мама. Мне как бы помогает выигрывать моя мама. Шум мне не мешает в зале. Я стараюсь отлечься от этого. И у меня как бы это получается. И если я не отвлекаюсь, у меня как бы все, ну, шумом стоит. Я, ну, нервничаю сильно. А вот сейчас как бы я настроился. Я подумал, вот книжку почитал. Мама со мной поговорила. Такие соревнования важны для подрастающих чемпионов именно с психологической точки зрения. Надо просто выйти и честно сделать свою работу. Все. Этому тоже надо учиться. И учиться только на соревнованиях. Потому что схватка на тренировке и схватка на соревнованиях – это две большие разницы. Призеров наградили грамотами, а победители получили подарки от семьи Виктора Левченко. Жизнь химок не стоит на месте. О ближайших спортивных событиях вы, как всегда, узнаете из нашей традиционной рубрики «Афиша». 24 и 26 декабря в спорткомплексе «Юность» микрорайона Сходня пройдет открытое первенство Центра подготовки спортивных команд «Химки» по мини-футболу среди учащихся в разных возрастных категориях. А 28 декабря на спорткомплексе «Родина» Центр подготовки спортивных команд проводит первенство по художественной гимнастике «Зимний вальс». Оно начинается в 11 утра. 29 декабря на хоккейной площадке спорткомплекса «Подресково» пройдет открытое первенство по хоккею среди команд юниоров и юношей Московской области. «Химки» принимают «Дюсш Энергия» из Ходькова. Матчи начнутся в 11 утра. В этот же день, 29 числа, в спорткомплексе «Юность» на Сходне состоится турнир по греко-римской борьбе среди юношей, посвященной Новому году. Начало в 11.00. И 29 декабря в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» пройдет новогоднее первенство по конному спорту «Пони-спорт Планерная». Старт в 13.00. А пока это все о спортивных событиях. Следующий выпуск нашей программы выйдет 31 декабря. Не пропустите. С вами была Екатерина Юшина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова